После посещения музея Сильвадора Дали решено посмотреть, какое тут море и побережье. Поэтому в том же городе Фигарес беру на один день автомобиль на прокат за 30 евро, выбираю на карте точку, где есть маяк и еду сюда. Пока еду, понимаю, что каждая бухта это своего рода произведение искусства природы. В каждую бухту хочется заехать, остановиться, осмотреться и даже искупаться. Но вот наконец-то я доезжаю до этого маяка и передо мной открываются совершенно потрясающие виды. И это как раз то, что я хотел, чтобы можно было и походить, и посмотреть, и спуститься, и подняться. Прямо возле маяка есть кафешка и это хорошо, потому что после моих пеших прогулок я захочу кушать и буду кушать именно здесь с этим совершенно потрясающим видом на море, скалы, природу. А вот там, по идее, должна быть пещера сквозная. Пойду туда. Ну да, вот она сквозная пещера. Я ее видел на фотографиях на карте помеченной. И вот я сюда доехал. Ну и скажите, как по-другому это назвать, как не произведение искусства природы? Ну круто же! Видно, там вдалеке плавают люди на байдарках. Я бы тоже так хотел, но для этого нужно чуть больше времени, чем у меня. Вообще, я планировал заехать в несколько мест, но сейчас понимаю, что одного дня для моих планов будет маловато. Лучше остановиться в одном красивом месте и всем этим любоваться, ходить и наслаждаться. Вон там вдалеке тот самый маяк. Вчера вечером в магазине купил батончики по типу мюсли. И я так понимаю, что сейчас вот именно здесь сяду и, смотря на этот вид, буду их есть. Поднялся к маяку, осмотрелся, увидел маленький пляж. Думаю, надо бы туда спуститься по такой симпатичной дорожке и скупаться. Через некоторое время симпатичная дорожка превращается просто в тропинку. Ну, практически по таким тропинкам я сегодня целый день лазаю. И ничего, нормально. Сезон уже такой, что мало кто купается, но я все же искупнусь. В общем, испанские ребята меня предупредили о том, что здесь есть медузы, показали мне, которые неприятно жалят. Но будем надеяться, что меня не ужалят. Нет пищи. О, пищи! О, пищи! О, 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 о. Один, два, три, четыре, пять, пять, пять! Окей. Окей, спасибо большое! Вода очень классная. Не холодная, теплая, но много медуз. И, наверное, не стоит купаться. Но я уже искупался, меня никто не ужалил. Меня это радует. И что же это получается? Народ не купается не потому, что вода холодная, а она теплая. А потому, что сезон медуз. Надо бы этот вопрос изучить даже интересно. Хорошо испанцы меня предупредили, а то бы я тут сейчас накупался бы, блин. А вот она, кстати, одна из этих медуз. Выглядит она очень неприятно. А эта рыбка, она только что была у нее в щупальцах. Но я отделил, в общем, рыбки хана. И вот такие твари могут нас укусить, людей. Хотел я пообедать на этом маяке, но народу много, все столики заняты. Хорошо, что я взял с собой эти батончики, перекусил. И, в принципе, не голодный. Раз купаться нельзя, то сейчас еще немножко посмотрю на эти виды. И поеду на следующую точку, которую я себе отметил. А время 14.30. Напротив маяка есть еще одно здание. И там есть бар с рестораном. Но я решил не тратить время и ехать вон туда. Кстати, обратите внимание на парковку. Вся забита автомобилями. Вторая точка, куда я хотел заехать. Я заехал. И тут есть, опять же, тропинка вниз. Но проблема в том, что, судя по всему, здесь когда-то была смотровая площадка и парковка, где можно было останавливаться. А теперь перегородили все это бетонными сооружениями. И я вон там стою прямо на дороге. Не уверен, что это хорошо и правильно. Но остановился, потому что я уже сюда приехал. И я не жалею, что я приехал и там остановился. Потому что вон то, что я вижу, это, конечно, классно. А вижу я вон что. Скала, море. И это вообще такая бухта, куда заплывают катера, яхты. И тут город с небольшим причалом. Спускаться по этой тропинке я не буду, потому что там она уходит в тупик. И все это, естественно, я не знал. Но теперь знаю. Время-то уже идет к вечеру. 15.47. И раз я туда спускаться не буду, тогда есть еще два места, куда я бы хотел заехать. Это ближе к городкам. Поеду по Серпантину опять туда. Ну и где-то там заодно уж поужинаю или пообедаю. Как это в моем случае будет называться, я не знаю. Но вот это все очень красиво. И Испания. Да, я, по-моему, начинаю в нее влюбляться. Да, одна из точек, куда я хотел приехать, это этот пляж. Посидеть на этой скамейке и посмотреть на залив. Тут, кстати, песчаный пляж. Вообще в городках есть пляжи, и они вот такие песчаные, с камушками. Но, тем не менее, песчаные. И детям тут маленьким купаться будет самое то. На скалах, конечно, с детьми будет посложнее. У меня, кстати, еще один батончик мюсли остался. Может, я сяду действительно на эту скамейку, посижу и съем его. Был бы так с женой, была бы романтика. А так вот мюсли один ем. Кто-то потерял очки, скорее всего, женщина. Женский дизайн на канат повесил. И все же классно. Летом, наверное, и когда медуз нет. Да, песок тут какой-то такой сероватый. Но когда солнце играет, и вода теплая, плещешься. Обалденно! Да, Испания это не только Барселона и храм. Это еще и пляжный отдых. А вот и четвертая запланированная точка. Пляж и тропинки для трекинга. Я смотрю, тут люди купаются. Немного, но купаются. А как же медузы? Походу, опять я буду купаться. Еще один пляж. И да, Испания это очень хороший пляжный отдых. Который можно совместить и с прогулками. Так называемый хайкинг. Музеи, храмы. Испания. Да. Вон та смотровая площадка. И на этом сегодня будет все. Но когда ты идешь по этому испанскому побережью, то хочется идти дальше, дальше и не останавливаться. Сосны, море, скалы. Попробуй тут остановись. Тут вообще что-то очень такое космическое. Только в кино такое можно увидеть. Та же локация, только вид с другого бока. И это, кстати, пляж. Туда можно спуститься и купаться. Но я купаться буду там, на том пляже, ближе к машине, на всякий случай. Вдруг медуза горгона. Но все, буду возвращаться обратно. За один день всю Испанию не объедешь. И человеческие силы имеют предел. А там, кстати, не знаю видно или нет. Сейчас приближу. Нет, это я удалил. Вот. Группа, которая идет с рюкзаками. У них какой-то свой маршрут. Такой достаточно длинный, судя по обмундированию. А это место прям капец какое классное. Снимая на широком угле, чтобы хоть как-то захватить это и передать. Сюда бы я еще вернулся. С трубкой, с маской, естественно. Еще утром я не думал, что у меня получится посетить все, что я наметил. Но это потому, что я нигде не останавливался кушать. Поэтому имейте в виду на отдыхе, если куда-то ездите, имейте бутерброды, батончиками. Это ваше время будет как-то беречь. На этом все. С вами был Бонифаций. Бонифаций на побережье Испании. Иду купаться, надеюсь, без приключений и без встречи с медузами. Даже не надейтесь. Искупался, получил огромное удовольствие от осеннего Средиземного моря и вернулся обратно в городок Фигерос. Сдал автомобиль в прокат, поужинал за 13,5 евро. Это было какое-то каталунское блюдо, не знаю, как называется. Но на ночь такой салат с рыбой и апельсиновым фрешем самое то. А на следующий день возвращаюсь в Барселону уже на электричке, которая стоит 12 евро, что на целых 8 евро дешевле, чем автобус.